Аплодисменты Я не бездомная Я хочу просто подрихтовать Мое идеальное тело Клиника пластической хирургии На этаж выше Здесь у нас массажный салон О, так значит, мне к вам Вы же массаж делаете? Делаем, конечно Вот Но вам, может, лучше вначале В пластическую хирургию? Черт! Черт! Дело в том, что мне на работе А-а-а Уронили что-то на голову И так удачнее Нет, мне на работе А-а-а Сделали вакцину и так неудачнее Вы можете меня не перебивать Как это делают все на работе Так вот Мне на работе подарили Сертификат к Новому году Чтобы я Сделала из своего тела Так сказать Королевну А-а-а Вот эту 90-летнюю английскую старушку Я, конечно, не знаю Как можно еще улучшить Совершенство Но одаренному коню, как говорится, под хвост не плюют Сделали Сертификат подарочный в наш салон Да Фирменно прикололись Почему сразу прикололись? Сто обмяк Никогда не видел такой красоты Бог миловал Да, красота Страстная сила Я даже не представлял себе раньше Насколько У меня сертификат На пять массажей Жестко Ну если мне понравится То я продлю и доплачу Послушайте Хватит мне угрожать Вы готовы? Одну секундочку 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 Да, я готова Ну хорошо Раздевайтесь Раздеваться? Вот так прям сразу? А ты состряк? Нет, я не готова. Ну, я бы хотела вначале цветы, ухазывания. Давайте познакомимся. Сергей. Евросинья Кондратьевна Кадык. Я вижу. Что вы видите? Кадык. Больше, чем у меня. Это мне от папы досталось. От мамы-то, я смотрю, вообще ничего не досталось. Скажите, пожалуйста, а вы тоже будете раздеваться? Нет. Я доплачу. Раздевайтесь, пожалуйста. А можно всех посмотреть? Я бы хотела кого-нибудь поаполонистей. У нас такой услуги нет. Есть только вам мало. Если у вас такой скудный выбор на любителя, ну ладно, ладно, так и быть, вы мне понравились. Да, а кто вы по гороскопу? Лев. Лев это мне подходит. Я не договорил, я все-таки больше рак. С раком? С раком у меня все не было, но будет. Послушайте, вы собираетесь делать массаж или нет, женщина? Вообще-то я и с девушкой. Ну, неудивительно. Вам вообще массаж когда-нибудь делали? Конечно! Рельсы, 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 спалы, спалы, полки в поезде упала. Ха-ха-ха-ха! Видите, растебенно. Это полка? Нет, это я пиво на спар открывала. Судя по щели, не открыли. Почему? Открыло глазом, видите? Стекло. Ну, хорошо. Какой вы массаж желаете? Тайский, спортивный, расслабляющий? Эротический в четыре руки. Мы такой не делаем. Тогда в шесть. Мы не делаем эротический массаж. О! О! Как это не делаете? Ну, просто вы, вы, вы вот когда увидите мое обназанное тело, вы себя не сдержите. Я уже в предвкушении. Да? Раздевайтесь, я с удовольствием отвернусь. А вы будете подглядывать? Нет. Я доплатил. Раздевайтесь, что я там такого не видел? Ну, хорошо, хорошо. Просто поверьте, такого реально не видел. Ну, да ладно. Давай и так, ты там возьмешься и, например, выключи свет, ну, чтобы было как-то романтичнее. Будь моя воля, я все глаза вообще выколол сейчас. Свет во всем районе выключил. Хорошо. Вот вам, я отвернулся. А, музыка. Это хорошо. Я без музыки разбиваться не могу. Да, секундочку. Да, секундочку. Да, да, секунду. Взять, секунду, секунду, секунду. Секундочку. 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 Взять, я почти готова. Я почти готова. Скажите, пожалуйста. Взять, секундочку. Все. Скажите, пожалуйста. раздеваться или вы будете массировать какую-то отдельную часть а вы как хотите может быть у вас что-то болит может быть что-то потянули себе скорее запустила надо ее так сказать промять глубокий масса я предупреждаю я предупреждаю я буду кричать похоже я тоже тоже от удовольствия похоже буду звать на помощь я не против группового масса хватит не угрожать выразились или нет о господи пресвятая дева мария что у вас ёлочка ты как освежитель воздуха в жигулях а если для вас сюрприз где под ёлочкой где вы это взяли у бабушки такое качество сейчас вообще нигде не купишь правда да сексуально таком наверное лучше хоронить мы так и сделали бабушки было два комплекта в одном она уже там а в другом я тут может и второй надо было похоронить смысле давайте ложитесь давайте начнем может быть для начала выпьем чего-нибудь могу предложить снотворное я бы выпила всего-то покрепте а сгонять в аптеку за клофелином ну нет ну давайте хотя бы включите какую-нибудь легкую музыку для того чтобы так сказать ну было романтичнее и приятнее делать массаж скажите пожалуйста ложитесь вам а может быть вам заодно станцуем а ну вот эти музыку чувствуете вот эти его душой своей послушайте вы когда-нибудь вообще были на массаже только у гинеколога не успела получить удовольствие удивительно ложитесь на живот подождите подождите а вы будете у меня искать точечку дзы нет а давайте я вам буду подсказывать нет а давайте вы у меня найдете потом я у вас нет у вас никакой точки джи я уверен это мне от мамы положитесь на живу я так не буду видеть что вы делаете вам и не нужно видеть то что вы воспользовались моей невнимательностью я что похож на извращенца да очень а я в них разбираюсь быстро ложитесь на живот ой только только подождите только ведь его мне не засемите мне еще разать ну надеюсь что искусственное оплодотворение еще не отменили не 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 я дождусь принца на белом коне ну конь еще может повестись на такое вот принц боюсь ну разве что если он слепой но просто у каждой сенсины должна быть своя вторая половинка я ее просто пока если не встретила но вот когда я встретил вы представляете что это будет если такие две половинки встретиться это будет полная жопа ложитесь на живот скажите пожалуйста у меня последний вопрос последний вопрос а массаж будет с окончанием смысле я читала что в таиланде делают массаж по окончанию которого клиент достигает пика наслаждение такой массаж там делают только мужчинам я согласна лозысь я тебе сделаю так быстро легла на живот овца 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 да как вы догадались что я овен на живот и начинаем делать массаж ой только только значит как-то вы медленно как-то делаете от гинеколог он сразу главному пересол я не собираюсь сделать то что делал гинеколог вы не будете кричать нет нет помогите отпустите меня взрывки расслабились получаем удовольствие а больно не не это я так удовольствие обычно получать никто не думал что массажем буду изгонять дьявол послушайте а у вас тут между четвертым и пятым позвонком грыжа нравится это для вас что-то тяжелое поднимали до каждую пятницу грузчиком работаете на складе нет музыков пьяных себе домой затаскиваем а я вам все вправлю ну все пасточка я пошел а ну стоять чёрт теперь твоя очередь все красавчик после того что у нас было ты обязан на мне я не могу я женат у меня даже вот обруча а где где обручальное кольцо где где под елочкой какой кошмар здесь точно живет детская поэтесса как в таком притоне можно писать детские стихи судя по всему весело виктория сергей на викторий сирку гражданка кукушкина к вам гости а у по утра спать не дают вообще-то уже три часа дня это для вас а для меня 15 утра я работала всю ночь пальцы в кровь а не это портвень вы знаете вы так здорово работали что на вас соседи кучу жалоб написали работаете прям не покладая рук да ну так вчера была пятница а опять не угадали вчера был вторник боже как быстро летит время это ж получается скоро снова пятница господа господа пожалуйста давайте не сегодня у меня так раскалывается голова я так метеозависима а по-моему вы алкозависимы вы тут стихи пишите или бухаете каждый вечер одно другому помогает вот послушайте из последнего водка льется хоть и в рот по печенке водка бьет но она нас не погубит если бьет значит любит а чё мне нравится жизненно господа а не хотите ли по бокальчику спирта с удовольствием какого спирта мы при исполнении не вы хотите я могу развести не надо нас тут разводить вы знаете что поэтесса тем более детская должна искать свое вдохновение не нарушая закона поэтому собирайте ваши вещи и на выход хорошо что вы делаете митяра злой под властью чуждых убеждений щеночка бедного кто более щеночек это ну правда прям в точку про тебя так так знаете что в отделении будете писать ваши стихи стать они не то не все вы порвались в мой храм и творите здесь черт знает что а я вам докажу что я лучшая детская поэтесса где мои лучшие произведения вы вы куда вступили мартышка и мартини горилла и декилла это продолжение три козы на ибице а где ж она у а три грузина одна я это личная соло в лифте это из вчерашнего а наша и господа тут наверно нужен пробел а наша прощая они зашли без пробел боже боже детские мечты я водой их поливаю на ночь пледом укрываю поскорее вырастите мои маленькие дети кукушкина это точно детское стихотворение у вас там что кукушка поехала что ли а кукушкина это мой псевдоним просто никто не захочет покупать стихи виктории какашкиной зато заявление на эту гражданку пишут с удовольствием полюбуйтесь вчера из 56 квартиры доносились стоны и крики до пяти часов утра как вы это объясните снова это я писал стихотворение малыш и тетя вернувшись с баром я нашла в своем подъезде малыша как малыш лет 45 до перебирать так скажет одевайте на нее наручники нет нет пожалуй нет что вы господа какие наручники я не готова мне нужно принять ванну нет 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 мы не дадим вам сбежать через окно как в прошлый раз а я могу проследить не надо я хочу знать причину моего задержания вам мало причин пожалуйста вот еще одна причина из квартиры 56 постоянно доносятся запахи марихуаны везде же клевета а скажите а зачем у вас тогда вот в ведро с бутылкой вот это что такое ой какая разница главное что после этого ведра получилось смотри букашка стравушку залезла наверно думала в траве исчезнуть а я ее нечаянно убила когда тут рабушку нечаянно скурила кукушкина вы точно детская поэтесса конечно еще чего стихотворение ломбард убежала одеяло улетела простыня зато есть теперь 100 гривен на бутылку у меня а вот это вы как объясните гражданка кукушкина что это такое это рифма а я просто не могла придумать рифму к слову селедка вот пришлось купить плетку и потом рифма создалась вы знаете у вас вот я отсюда прям вижу за диваном рифму к слову антон так это это просто память об артуре вы поймите я творческая личность я вообще не знаю кто и что вызовет во мне желание творить интересно какое же желание творить у вас вызвал бомж хуще бомж вы про дядю толю я не знаю дядя толи он или дядя коля но на него тоже заявление вы притащили в дом бомжа молодой человек я в каждом в каждом вижу личность дядя толя дядя толя он душею очень болен не умыт он и не брит но зато у дяди толи днем и ночью флаг какой еще флаг ну как это национальный он патриот не правда правда он с утра этот флаг поднимает а вечером спускает знаете на дядю толю вашего у нас тоже заявление имеется вот пожалуйста точнее на его пасра послание в лифте он добрый светлый человечек а он не мог не тогда объясните откуда в светлом человечке вот столько так это не он то есть как не это игорь альбертович видите такие характерные загугулинг он скульптор понимаете он делает инсталляции из глины точно из глины просто у него сейчас деньги закончились на глину а самовыражаться как-то хочет забирайте вещи поехали в отделение я не смогу писать меня нужна особая аура в этой квартире она какая аура до соседей уже про эту ауру говорят что на неделю выветрится не может что не туда а еще на вас соседи снизу жалуются вы их затопили так это не я это мой датыр майдадыр то вымышленный персонаж мы же не тупые ну вы так считаете а давайте пройдем к ведерцу с этой бутылочкой вы узнаете что он существует давайте вы лучше с нами пройдемте в отделение там посидите вы что не видите что вы разговариваете с великим человеком я же я же как ван гох я себе чуть ухо не отрезала когда подмышку брила нет 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 и ну поймите на вас куча жалоб он соседи написали что у вас палача образуется звук горбошки играет туда да это крокодил гена какой крокодил гена вы что из ведра курили что ли да причем здесь курил а я серьезно говорю это геннадий вадимович да он не красавец но зато как он своими губами играет на моей гармошке на какой гармошке кукушкина какой на губной на какой еще вот я никакая а он пожила так сержант задерживайте ее я вам заплачу я вам много денег что вы нас тут разводите денег-то у вас нету вы даже с доставщиками пиццы не можете расплатиться они вам нажаловались на вас я беды хорябеды ой видите какая рифма а давайте я вам я вам отдам свои стихи держите забирайте забирайте все все стихи забирайте они будут стоить миллионы какие миллионы это макулатура вы только послушайте уронили мишку на пол оторвали мишки лапу мишку надо нам унизить будь знать как шишки пицца тихо вы хотите сказать что это тоже для детей до мнения шишечки это для нас а стихи конечно для деток для маленьких таких детей вот честно смотрю на вас и прям не понимал что у вас в голове а прямо сейчас у меня мысли она тебе красавчик пойдем космысленно смысл просто надо переспать что непонятного хватит отойдите от него не спешал при исполнении что вы делаете а ты тоже исполняешь и я люблю исполнять я вчера так исполнял отойдите я щас дубинку применю мы справимся сами без игрушек ах так сержант бежим ее все она сумасшедшая подождите давай буйная погиб поэт он смешивать любил коньяк шампанское абсент настойки из разных крепких вин мартини джин ликер и ром самбуку водку грапу самогон саке бальзам наливки и пивас кефир любил изобродивший квас он истину напитках тех искал а говорили люди что буха уж ну жалко ее и все равно жалко может пристрелим чтоб не мучилась с ума сошел если пристрелить ешь читать начнут давай лучше на дурку закроем вызывай санитаров вызвайте вызвайте своих белых страстных мачо я желаю вам удачи но я пока что спрячусь где-нибудь на даче а здравствуйте доктор здравствуйте он от давида марковича а давид маркович у нас кто такие а я понимаю да поздравляю вас поздравляю я навел о вас справки до сказали что вы таки в неплохой доктор который разбирается вот в этих округлостях еще ни один уважающий себя одессит не выбрался на свободу без вашего участия еще у вас такие золотые руки в которые дети сами выскакивают спасибо конечно но что вы собственно хотели я бы хотел представлять интересы этого молодого человека при его появлении на свет что обсудить цену выхода что вы от нас хотите я подождите даже вы хотите рожать я меня это не надо спасибо я имею ввиду ваша жена возможно но если что целичка потерпит долги и ладно ладно вы хотите в этом участвовать в таком случае я мою часть работы уже сделал давайте вы сделаете вашу и по рукам слушайте я что-то вообще перестал чтобы понимать что происходит давайте мы вот любезности отбросим и вообще вы собираетесь у нас рожать возможно так ну вот смотрите значит обычные роды у нас стоя это дорого прожить я еще не назвал цен я уже вижу по вашим этим глазкам что это дорого послушайте у нас стандартная цена у меня в нестандартный ребенок скажите у вас есть какие-то скидки акции как какие акции ну например рожаешь одного второго в подарок или два по цене одного возможно у вас есть акция счастливые часы с трех до шести я могу подгадать нет у нас таких акций ну хорошо а есть вот проведи друга и получи 20 процентов скидки а у вас что есть беременный друг нет но мы с телечкой можем развестись и остаться друзьями послушайте нет нет и еще раз цене нет все ладно бартер как как вы себе это представляете вы нам сдаете ребенка а мы вам сдаем в домику моря и до сколько вот это уже разговор смотрите я предлагаю все по-честному девочка будет у вас рожать ну максимум три часа поэтому 5 минус 3 бог с ним домик у моря на час не спасибо мне не нужен домик у моря на час все вы не знаете от чего вы отказываетесь девочка вы еще не выкинули эту тюльку от прошлых постояльцев конечно нет завтрак включен знаете что давайте мы вот этот разговор закончим так сказать обрубим его и все вот как не было кстати насчет этого мы можем рассчитывать хотя бы на бесплатное обрезание мы бесплатно обрезаем только пуповину вам сложно два раза чикнуть давай я поговорю давай доктор вот такой симпатичный такой интеллигентный такой интересный мужчина слушайте вы думаете я не понимаю что вы это все говорите только ради того чтобы получить скидку боже мой вы еще такой умный проницательный так послушать у меня нет времени у меня там родильном отделении ждет женщина должна рожать понимаете о а давайте с этой женщины родим вскладчину значит так смотрите женщина будет рожать отдельно вы один смысле вы отдельно все ладно ладно называйте эту вашу баснословную сумму отлично значит так слушайте обычные роды у нас стоит от 1000 долларов доктор вы видите роды еще не начались какие они уже тяжелые послушайте это цена только за роды еще надо будет доплатить за медикаменты и палату все алло полиция меня грабят где в роддоме говорите ваш адрес слушайте я же видел что вы даже кнопку не нажали и вообще если хотите бесплатные роды рожайте по скорой это первое что я ей предложил доди хватит третьего ребенка я хочу родить нормально в роддоме не в скорой не синагоге вот мне эти женские капризы ладно говорите по какому курсу вы считаете по обычному курс потому который сейчас это нечестно мы его начинали 9 месяцев назад а тогда курс был совершенно другой ну правда вы видели как они взвинтили доллар такое ощущение что они знали что нам нужно рожать послушайте вот мне кажется вам нужно вот туда отойти куда-нибудь да и подумать вы хотите у нас рожать или нет и все все доктор я уже придумал сейчас и . сейчас доктор что у меня уже есть пару этих ребенков скажите можно одного вернуть что значит вернуть он мне не очень это весь маму и юною пошел ну такой наглый мальчик фу я чуть не понимаю вы хотите старого ребенка поменять на нового нельзя нет но давайте на гараж так и доктора если я буду присутствовать народах это выйдет дешевле я могу ассистировать вы знаете если вы будете присутствовать народах и ребенок так выглянет и посмотрит и поймет какой у него отец жлоб он вообще вылазить не захочет ну скажите мы хоть как то можем уменьшить эту сумму вот интересно как но мы можем сэкономить на прививках они у нас бесплатные в таком случае мы увеличиваем дозу а чего вы делаете прививки стандартные коклюш дифтерия столбняк это болезни я думал это красивые молдавские имена вы понимаете что я сейчас от вас рожу вот а вы сами себя деньги тоже будете брать доктор поймите у меня нет гарантии какие гарантии на случай тяжелых родов на случай если ребенок вдруг мне не понравится я смогу его вернуть в течение двух недель нет вот значит чеки вы не выдаете послушайте в одессе много роддомов не нравится наши дети рожать в другой а нам нравится мне не нравится как вы заговорили то есть вы не хотите чтобы на ваш роддом была прибита табличка здесь родился величайший из великих изят давидович рубинштейн у вас чего вы взяли что у вас родится гений не знаю табличку я уже сделал а переделывать очень дорого я понял значит так смотрите вот я вам пишу вот это вот цена за все правда говорят жадность фраера сгубила в чем один раз сэкономил на контрацептивах и теперь столько расходов додик третий раз не напоминайте о а давайте вы примите роды по скайпу хорошо это очень удобно вот я недавно праздновал день рождения и позвал гостей вроде бы и гости у нас а окушают сами у себя додик а давай ты и деток будешь ждать по скайпу послушайте мы ведь умные люди правильно мы да вот мне кажется что если денег нет то их можно что одолжить правильно вот одолжите мне тысячи я не убеду чтобы одолжить у ваших друзей понимаете ну тоже вариант хорошо я позвоню сейчас другу яша у него этих денег ой берите уже идут ходки а почему я ну вам же нужны деньги вы одолжите зачем вам последний отключить телефон вы знаете мне кажется мадам с вами будет проще договориться давайте с вами обсудим вашей роды давайте а шо их обсуждать давайте я уже рожу и побегу доделывать домашние дела не спешите давайте хотя бы узи ваши посмотрим мы не делали узи во первых это дорого во вторых мы уверены что у нас будет мальчик а если девочка это его проблемы ой что мне кажется что у меня начали отходить воды кстати доктор заводу мы можем получить компенсацию нет она горячая экологически чисто нет я вам говорю шо 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 мне кажется что он просится наружу если ты очень в темпе не решишь этот вопрос я позвоню твоей маме чтобы она родила тебя обратно если моя мама узнает что я за какого-то маленького сморщенного ребенка отдал тысячу долларов она сама от меня откажется доктор делайте шо то давайте пятьсот нет не выйдет 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 выходит а вы хотите чтобы она родилась здесь кабинете меня это устраивает а проблемы будут у вас ай смотрите женщина рожает а врач стоит ничего не делает ай 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 хрен с вами пятьсот сколько вы говорите триста да хрен с ним триста а вот ваша сотка и по рукам так это сто гривен я это имел в виду ладно отлично видеозапись нашего договора у меня есть мы к вам придем рожать ровно через девять месяцев а это вам для поднятия настроения до кстати шарик не бесплатный он 100 гривен стоит ну что целички за роды мы уже договорились осталось прийти в детский садик в школу и в институт идем спасибо викуська викулечка я дома потел так спать его как ты можешь при живом тому же что если в доме проблема со стояком ее надо решать нет у меня никаких проблем со стояком это что такое сашка найти месяц просила починить стояк вот пришлось вызвать мастера специалиста муж на час знакомьтесь очень приятно сергей муж на час александр муж пока смерть не разлучит нас я тут пока века ты можешь вообще какого-то мужика к нам в квартиру привести саша сколько раз я просила забить гвоздь а вот сережка забил я аж ахнула прекращайте ассоциация у меня в голове неправильные картинки возникают а ты вот свои обязанности выполняй и тогда возникать никто не будет потому что он вообще вор может он придет и украдет у нас что-то тут что он украдет сломанный стул поломанную микроволновку может быть кровать без ножки а он починит и украдет саш но не говори уже бессмыслицу так он афирюга он сейчас все тут починит деньги с нас возьмет и исчезнет сашенька я именно для этого его и пригласила это законная схема а вдруг он шпион иностранный точно он тут везде прослушку расставил ну конечно он будет подслушивать как ты сидишь на диване как-то пиво пьешь как ты власть ругаешь я не ругаю власть власть хорошая я ее люблю я даже шторы специально зеленые купил чё с ума сошла ты чё такое говоришь вообще вдруг он маньяк его надо будет твоей маме отправить я кстати адрес мамочки дала чтобы он и есть все починил тогда я надеюсь что он точно маньяк он нормальный мужчина и он профессионал своего дела какого это он дело профессионал так слушай у него осталось 15 минут давай что там тебе еще помочь 15 минут пусть работу себе нормальную найдет они по чужим квартирам ходят да саша он может реально тебе помочь давай он что-то сделает не надо мне ничего помогать у меня тут дома все идеально а у него золотые руки у меня тоже руки золотые у тебя сзади за чугунная который невозможно с диван оторвать извините пожалуйста я за 15 минут многое конечно не успею слабак хотите картин вам повешу я сам повешу могу гардины я сам гардины приближ я придумала серёженька а давайте мне полочку повесьте в спальне идемте покажу тихо тихо спокойно лишь тебе повесил уже в спальне полочку да только серёжа повесит туда куда мне нужно они туда куда ты дотянешься хотите я когда буду уходить еще мусор вынесу мусор не тронь это святое кстати я когда тут возился со стояком в туалете нашел журнал а мне кажется это ваш очень интересный экземпляры такие размеры ясно какие тут катера и яхты рассматриваешь извращение я извращенец то этот вообще журнал купил специально чтобы чтобы а вот объявление здесь понимаешь я его ради объявления купил вот аллах это контора чистый ангел можно заказать женщину на час а у вас минималка два давайте на 2 до сколько стоит а все нормально потяну да отлично все спасибо я не поняла что заказал домой проститутку у раз уж такое дело может я кровать починю пойду я заказал женщину на час точнее на 2 потому что в доме не только я рукожопый ты когда последний раз борщ варила тогда когда ты сказал что этот борщ вонючка а вот серёжа пробовал ему понравилось да он врет потому что ему еще 15 минут здесь работать я все-таки на всякий случай починю кровать починит он кровать я открою я сама здравствуйте девушка вы извините за ложный вызов но ваш клиент он женат само собой мы с холостыми редко работаем так но мне все понятно муж недолюблен недокормлен и не да но мы такие услуги не оказываем жаль бишь профессионал все с первого взгляда поняла до работу у вас тут неделя на 3 он чего что успею у меня здесь все идеально сомневаюсь это вы еще борщ не пробовали а вы любите борщ до обожаю приготовить и конечно будет такой же вкусно как у мамы я сейчас ее наберу и выведу ее тайный рецепт а вы пока ложитесь на диван ложитесь да а это вам пивку так я пока носки по парам шкаф разложу так эти нужно еще раз постирать да это с рыбалки они третью неделю там стоят вы что собираетесь и носки ему стирать конечно это же моя работа и заметь делает это она с улыбкой учись а давайте я вам пока телевизор включу сегодня такой интересный матч манчестерская дерби юнайтед против сити юнайтед конечно с приходом у лигу на рассоль шара стал показывать более интересный футбол но ведь и сити тоже нужно доказывать что они фавориты а то последние четыре года не могут пройти дальше чем четвертьфинал лиги чемпионов а как вы относитесь к тому что мы если заявил что он уходит барселоны да куда он идет пивка спасибо я на работе да и вам больше достанется так где у вас тут кухонная утварь кстати пока я буду готовить мы можем поговорить о рыбалке ничего себе слушайте а можно я вам покажу что ты ей покажешь свою коллекцию блесен конечно обязательно вы мне еще расскажите на какую именно блесну что именно вы поймали на колебалку на вертушку на каст мастер муха блесну девон спиннер бейт или блэйт бейт или пилькер я пойду покурю можете здесь курить мне не мешает под футбольчик ой а что это у нас телевизор не работает да а это все сашка он говорит я починю там что там пять минут уже месяц чинит починю 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 ничего страшного я и сама починю не 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 они не надо вы что это не женское дело идите борщик пока готовьте это надо оставить для настоящего мужика серёга и за давай так ты выгоняешь ее а я сергея зачем она больше приготовить серёга телек починит не жизнь рассказ кого кровать я уже починил можете приступать неплохой выбор ты это ко мне не подлизываясь и я те еще за журнал не простил слушая почини телик легко конечно там скорее всего разъем барахлит в т2 но я знаю как вообще обойти тюнеры и смотреть плюс 50 каналов бесплатно а моя-то твоего уделывает чинить это мое дело а вы лучше пока борщ приготовьте а вот что мне делать я сама решу а я начну готовить борщ когда вы мне воду включите я конечно могу включить воду но для этого мне нужно спуститься в подвал а чего же мы стоим мышцы перекатываем давай трусой в подвал я конечно могу трусой в подвал но мне нужно еще раковина установить а чего наш супер марио стоит и ждет у меня герметик сохнет может вы еще на работе не просыхается они ругаются блин как мы я тебе говорил наша квартира находится на энергетическом разломе не такое ощущение что мне в кастрюльку плюнули я хотел сказать что как мама все равно ни одна жена не приготовит это сколько у тебя было жен что ты так говоришь иди чини стояк иди помой пол а я сейчас помою а ты потом натопчешь своими ножищами капец блин у нас попкорн есть даже не знаю кого из них отправить может изгоняешь я тоже хочу досмотреть делаешь все делаешь по дому а ей все равно не нравится потому что твои инструменты и твой гараж почему-то важнее меня да да вот 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 у меня инструментом нет я рукожопой последний раз говорю включи мне воду а я тебе последний раз отвечаю мне некогда мне еще нужно картину вешать потому что у кого-то руки растут не оттуда так ты моего клиента не трогай я вообще-то его жена что на час я тоже здесь не пустое место я муж на час так вот иди исполняй свои обязанности вообще глаза опусти иди посуду мой ребята не ссорьтесь не лезьте в свое дело сошка сошка можно их продлить думаешь легко быть мужем на час переделывать все за рукожопами а мне думаешь легко когда на каждом вызове еще мужчины пристают на каждом вызове я не планировал так что ты понимаешь что ты вообще знаешь что ты вообще видел в этой жизни они там все дерутся что ли и моя походу твоего побеждает они и посмотри выкрутился вон ребят там уже вроде кровать починили может вы спальню пойдете да ладно пусть они тут пол протрут такое ощущение что мы с тобой поругались хотя мы с тобой не поругали клапки вот сейчас настал тот самый момент когда ты возьмешь меня за руку и потащишь спальню мириться что ты сидишь давай поймем мириться ух я сейчас помирю ух помирю какими все таки молодцы браки спасаем ну чё пошли на следующий вызов ну подожди мы еще тут не все спасли может еще разочек заходите открыто здрасте здравствуйте муж на час вызывали да проходите пожалуйста это самое ну вы показываете где ваш экран текущий будем чинить а вы знаете а ничего чинить не надо я вас для другого вызывала не-не-не-не-не гражданочка сразу нет у нас серьезная контора мы это принципиально в общем нельзя не вы как бы да но нет нет вы неправильно все поняли я вас совершенно для другого вызывала а да вы проходите сейчас сами все поймете хорошо куда папа мы там вообще балдел ты эти полы мыл конечно же нет потому что у тебя руки из-за того места торчат женщина у вас все в порядке конечно я сейчас мужем разговариваю а а он где спрятался да и выскочит самый неподходящий момент да мужчина ну что вы нет вы есть мой муж я то да да смотрите мы два года живем раздельно в разводе а вот ну и я вызвала мужа на час может вам лучше не мужа на час а психиатра минут на 15 ну помогите пожалуйста а я вам хорошо заплачу вот и ничего чинить не надо это все мне ну ладно давайте ага ага давайте давайте где ты шалялся скотина такая ты видел сколько время ты почему так поздно пришел сразу это вопросы вообще не ко мне это к диспетчеру нам как заявка приходит мы сразу в работу ее смотри ну при чем здесь вы и ваш диспетчер ну я же сейчас с мужем разговариваю с кем с мужем а да 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 извините я не успел переключиться можно еще я на ворюбке отошлялся на работе ну что вы мой муж никогда не работал наоборот пахала только я поэтому вы скажите что вы бухали со своими друзьями алкашами я вообще то не пьющий а вы выпейте вот пожалуйста я вообще а вы пейте одну секундочку ну давайте ой извините нет что вы очень хорошо продолжайте да а где ты шлялся говорю а не твое дело замечательно да я шлялся но со своими дружками алкашами понятно с кем конкретно ну а с кем конкретно он бухал а а а а да с сидоровым с сидором с сидоровичем мужчина ну вы можете хоть немножко подключить фантазию а сейчас с луценко юрий а а а а а письмо а да а ну 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 а ну 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 о что сегодня восьмое марта ой дурья моя башка а я что думаю что так много денег это на цветы я понял никаких цветов никаких подарков никаких оправданий наоборот пожёстче со мной пожёстче извините но как-то сложно это все давайте я вот полочку вам поправлю и пойду не надо трогать эту полку тем более она мне об этом козле напоминает хорошо давайте я просто вернуть деньги и пойду очень надо у меня уже два года не было скандала хотите я вам еще доплачу надо если два года не было доплачивать не надо я и так ну что давайте что-ли скандалить не помнишь да что сегодня праздник забыл забыл ты постоянно забываешь про нашу годовщину ты забываешь про день рождения мой а кстати когда у вас да любое число называйте вы все равно не угадаете 6 июля правильно а как вы так угадали просто у меня 6 июля и у меня по этому поводу не по скандали ну да получается что нет ну хотите я начну я же все-таки мужчина как я редко это слышь как вас зовут виктория виктория ну называйте меня курица или коза а как же можно женщину курица или коза не знаю мой бывший всегда меня так называл а еще присвистните эй курица или коза у вас очень хорошо получается вот и у вас должно получиться лучше хорошо вы представьте того кого вы терпеть не можете на работе бухгалтерша наша клара радионовна зарплату мне все время задерживает вот вот и представьте что я это она что ж вы клара радионовна задерживаете мне зарплату ах ты гадина давно хотел тебя удушить я работаю работаю вы что извините не надо а то я так могу и до кульминации дойти давайте ограничимся курица или коза курица или коза кобель кобель ты где был небось у ленки нет нет да 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 у нее я был и что вы там делали а да шо да говори ну полочку прибил и пошел к любимой домой мужчина какая полочка вы что вы наоборот ее все понял я я ее обнимал я ее да и целовал что еще говори говори вообще я слушать тебя не хочу так говорить или не говорить я с тобой не разговариваю мужчина мужчина вы что делаете я просто подумал пока вы со мной не разговариваете я полочку попробую да боже мой бросьте вы эту полку вы что не видите что я уже на пике скандала ой простите я не понял давайте продолжать я готов скандалить как мне все это надоело эти твои измены эти твои пьянки секундочку а вот бой это как бы за мой счет или нет что вы это входит в сцену секундочку а можно и мне конечно берите спасибо вот просто хотел уточнить если я бью то тоже не считается мужчина считайте что у вас ол инклюзив я люблю ол инклюзив вам обидно давайте спасибо ну ну дура импотент вообще-то немного обидно жертвест даже не знаю что более обидно хорошо бабник бабник хорошо бабник ха-ха-ха-ха истеричка ха-ха-ха это это была любимая мамина фаза ой боже мой простите меня пожалуйста я сейчас все заклею я сейчас у меня супер клей я сейчас ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Мужчина, не переживайте, он тоже проплаченный. Продолжайте, у вас очень хорошо получается. Давайте, смелее. Рот закрой! Так, мужчина, что вы себе позволяете? Иди, рот закрой! И вали отсюда, легавый! Да что вы себе позволяете, я офицер при исполнении. Чего ты тут исполняешь, а? Чего ты исполняешь? Вы ничего не исполняете, вы только ездите, мигалками мигаете, и бензин казенный сжете. Ну, знаете, это уже перебор. Между прочим, у меня камера все записывала, и я вас закрою на 15 суток за оскорбление офицера. Ты рот закрой на 15 суток! Я тебя сейчас потерял! Ты потерял! И я тебя запомнил! Иди отсюда! Давно хотел это сделать. Вы знаете, мне кажется, что про 15 суток он не жутил. Так он же проплаченный. Это не он. Я тебя дождусь! Я подозвенюсь! Ну что вы! Давайте продолжать! Где твой телефон? Скотина ты такая! Сейчас мы узнаем, кому ты там трезвонил. Начальник ЖЭКа! Кто такая это, начальник ЖЭКа? Это начальник ЖЭКа. Ясно! Шаламу так назвал, да? Женьку! Знаешь что? Мне все это уже надоело! Коцы на концов! Все! У меня вот тут все твои измены! Я ухожу к маме! Что ты делаешь? Черт! Нам только телефоны выдали! Ё-моё! Работает! Алло! Алло, Тамаровна! Слышишь? Можешь занести в черный список 86-ю квартиру поприлечной? Не-не, кран не течет. Тут крыша течет у хозяйки. Ага, давай. Простите, пожалуйста. Это я перегнула, да, с вот этим уходом? Честно говоря, да. Вей своего отца! Все вы одинаковые, вся ваша семейка! Мне вот говорила, мать, не выходи замуж за этого пердунова! Ну сейчас, что вы смеетесь? Извините. Что такое? То есть, я еще и пердунов? И поверьте, я тоже. Виктория пердунова. Мне кажется, что пердуновы должны ссориться как-то по-другому. А как? Слушайте, у меня родилась потрясающая идея. А давайте вы вызовите кого-то из ваших напарников, кто подыграет вашего отца. Вы знаете, когда его отец приходил, мы так скандалили. Ну, вообще-то, Петрович сейчас в машине. Завидите его! Сейчас, секундочку, если сработает. Петрович, а ну поднимись в восемьдесят шестую! Сейчас. А это тоже за деньги? Да, да, конечно, пожалуйста. Отлично. Сейчас, секундочку. Ну, что тут ремонтировать? Петрович, тут ремонтировать ничего не надо. Тут надо подыграть. Ты же говорил, на работе нельзя. Да, нельзя. Но в данном случае даже нужно. У гражданки два года не было этого скандала. Понял. Петрович! Что вы, что вы, что вы! Его отец именно так и приходил. Одну секундочку. Одну секундочку. Вот. Антиколон. Понимаю. Не-не-не-не-не-не. Пейте. В себя. Петрович, если ты не хочешь, ты можешь отказаться от этой роли. От таких ролей не отказываются. Сначала он пил одеколон, потом он рычал, как медведь. А потом его тошнило прямо в коридоре. Давайте, тошните, пожалуйста. Сейчас организую. Э-э-э-э, Петрович! Давай не здесь. Иди, доиграй на улице. Ну, до улицы не додержу, но подъезд я сейчас обыграю полностью. Петрович! Извините, пожалуйста, я не думал. Да нет, что вы. Мне так понравилось. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Ой, у меня такого никогда не было. А хотите, хотите я вас борщом накормлю? Я борщ сделала специально для вас. Вообще-то после Петровича аппетита не особо. Борщ с пампушками и с чесноком. А, ну, вообще-то это мое любимое блюдо. Мама часто готовила. Присаживайтесь. Ой. И спасибо вам большое. Вы мне, ну, так помогли. Пожалуйста. И вам тоже спасибо. Куда? Не мытыми руками, зараза! Кости еще не пришли, а он все в рот тянет! Так, все. Хватит! Хватит этих скандалов! Этих придурочных психов! Вот ваши деньги. Найдите себе мужа не на час, а на всю жизнь. И нормального с башкой. А ты... Блин. Не, пожалуйста, не уходи. Не уходи, я прошу тебя. Не уходите, уходите. Не уходи, я прошу тебя, не надо. Я все прощу. Что, простишь? Я ничего не сделал. Короче, отстань от меня. Пашка! Я Витя! Алло. Алло, мамочка. Мамочка, он снова приходил и снова скандалил. Он меня оскорблял. Говорил, что я вся в тебя. Да... Я не знаю, что делаете. О, явился, не забылился. Давай, прощения просить будешь? Пожалуйста. Вообще-то, я за чемоданом. Ну и забирай все свое шматье и проваливай в свой дурацкий Вальнянск. Вальнянск? Как ты могла выйти замуж за Пердунова из Вальнянска? Псал вон! И пойду. Алкоголик! Ага. Бабник! Ага. Полочку нормально прибить не можешь. Что ты сказала? Криворукий! Вот! Я? Иди сюда. Иди сюда. О, боже мой. У меня еще никогда не было такого скандала. Это у тебя не скандала не было. Это мужика у тебя нормального не было. Иди сюда. Сюда иди. Ну-ка за мной. Классный крем. Что ты говоришь, Саш? Говорю, классный крем. Я вон туфли к свадьбе готовлю. Даже не видно, что я в них в футбол играл. Вот такой крем. Какой еще крем? Ну вот маленький я у тебя на трюмо взял какой-то. Саша, ты что вообще больной? Это моя подводка для глаз. Она тысячи гривен стоит. Нифига себе, подводка дороже, чем туфли. Вообще, я тут подумала насчет нашей свадьбы. Что? Надо снова переносить. Правильно, Вика. Не смогу я на второй день так же, как на мальчишнике пить. Да при чем здесь твой мальчишник? Ты вообще смотрел новости? Не. Кабмин разрешил на свадьбах не более десяти человек. И чтоб социальная дистанция была полтора метра. Подожди, это только свадеб касается или первая брачная ночи? Потому что я с полтора метра до тебя не допульну. Саша, ну тебя одно на уме. Вот с гостями что делать? Так и что с гостями? Господи, ты что не помнишь, как мы дни рождения на карантине отмечали? Включаем зум, подключаем все гостей, накрываем у себя поляну, сидим, отмечаем. А гости нам, значит, деньги на карточку переведут. Сашка, у тебя в роду евреев не было? Че, думаешь, не переведут? Да ты думай давай про гостей. Так а че думать-то? Слушай, а это касается только свадеб или поминок тоже? А при чем здесь поминки вообще? Ну представь себе. Мы таки отмечаем, горько, горько. Тут заходит проверка. Мы таки, горько осознала. И пьет, таки не чокаясь. Они таки уходят, мы опять, горько, горько. Ну какие поминки? Чьи поминки? Ну есть там у меня один человечек. Так, не трогай мою маму. Хорошо. Ну давай тогда два зала снимем. Значит, в одном зале буду я со своими гостями, а в другом ты. А когда горько, мы будем в коридор бегать и слываться. Ну, Сашка, ну нет. Ну блин, ну хорошо, ну... Давай тогда нашу свадьбу неделю будем отмечать. Каждый день по 10 человек. И так мы всех гостей уважим. То главное, чтобы за это платили твои родители. Все. Да и так мои родители за все платят. Давай просто сократим список гостей, берем лишних. Отличная идея. Смотри. Значит, берем список. Ага. Разрываем на две части. Кто в верхней части списка, тот идет. Кто в нижней, тот не идет. Ты думаешь, я не помню, что ты сверху всех своих написала, снизу моих? Ага, сейчас. Ладно, сама уберу. Начнем с персонала. Тамаду. Нет. Тамаду никак нельзя. Ты что, Вика? Почему? Ну ты видишь, какая ситуация в стране? Может, этот Тамада завтра премьер-министром будет. Нам такие связи терять нельзя. Не-не-не-не. Ну ладно, тогда отменяем лимузин. Свадебные кортежи тоже отменили. Как отменили? Ну так. Офигеть. Значит, президентский кортеж можно, а свадебный какой-то нельзя. Слушай, нет, Вика, я тогда... Отменяем живую музыку. Все. Нет, нет, ну а вдруг бабушка захочет потанцевать? Вика, бабушке 97 лет. У нее скоро у самой мероприятие с живой музыкой. Саш! Ну ладно. Я придумала, кого вычеркнуть. Кого? Янку. Нет, так подожди, Янка, это же твоя лучшая подруга. Ты чего? Никакая она мне не лучшая подруга после карантина. Я набрала 7 килограммов, а она 3 сбросила. Нет у меня больше такого подруга. Нет, ну так нельзя. Ну как? Слушай, не надо, чтобы она обижалась. Давай я ее на мальчишник себе возьму. Я тебя возьму. Ладно. Давай, вот думай, кого вычеркнуть. Ну, Саш. Ну кого? Ну кого вычеркнуть? Это Василенков надо вычеркивать. Они нам все равно на свадьбу ничего не подарят. С чего ты взял? Потому что мы им на свадьбу пустой конверт подарили. Ну как это пустой? Я в конверт положила 100 до... Ясно, откуда у тебя тогда новый спиннинг появился? Так, Вика, не тереби, не тереби, моя. Давай вот этих. Кто это? Склеренки. Вот их вычеркиваем. Кто это вообще такие? Это дядя Сережа и тетя Галя. Но их нельзя вычеркивать, потому что дядя Сережа хотел зарезать свинью на нашу свадьбу. Повезло, значит. Кому? Свинье этой жить будет. О, кстати, про свинью. Ай, господи. Подругу твою, давай вычеркивать, эту, Ольку. Не, Ольке я обещала, что она букетик поймает. Она тоже замуж хочет. Вика, а чтобы ей выйти замуж, ей надо для начала бросить пить, научиться готовить и с лицом что-то сделать. Это ж не Оля, это Толя. Это просто женские усики. Больше, чем у меня. Так, Саша, я придумала, кого вычеркнуть. Давай вычеркнем дядю Васю, алкаша. Во-первых, не называй моего папу дядей Васи. А во-вторых, я предлагаю разделить список на родственники, друзья и остальное. Хорошо, хорошо. Давай мы родственников по-любому оставляем, а остальных вычеркиваем. Правильно. Согласен с тобой. Так, вычеркиваем вот этого персонажа. А почему в списке остальных моя мама? Ну как это почему? Во-первых, она мне еще не родственник, а во-вторых, точно не друг. Саша, так, почему мы все время только моих родственников вычеркиваем? Давай двоих повычеркиваем. Да давай, конечно, только ты не лезь, я сам сейчас выберу, кого мне вычеркнуть. Да пожалуйста, выбирай. С большим сожалению и с болью в сердце я вычеркиваю мою любимую, дорогую, будущую тещу. Да ну, Саша, пойдет издеваться. Давай вычеркнем тех, кто по-любому будет бухать, а потом начнет буянить. Ты что, хочешь, чтобы с моей стороны вообще никто не пришел? Мама звонит. Ой, мама. Алло. Да, вот мамочка, вот думаем, готовим. А, че? Как? Поняла. Че там? Бабушку минусуем. Единственный нормальный человек в вашей семье был. Кстати, пунктина язык, она просто добраться не может, поезда отменили. Она машине ее укачивает. Господи. Слушай, смотри, давай вот дядю Леню обязательно берем, потому что он обещал баян принести. Давай насчет твоего дяди Лени с баяном. На пальцах выбросим, идет он или нет. Да вообще вопросов нет, поехали. Юзефа. Опа. Вот твой дядя Леня с твоим баяном. Слушай, Вика, ну так нечестно. Давай так, смотри, сейчас включаю музыку. Мы будем бегать вокруг дивана, кто на диван сел, того гости идут. Поехали. Саша, ну что ты, ну что ты, ну что ты придумал, ну Саша. Давай, 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 шевели, шевели, шевели. Ну что это за детские игрушки? Нет, я не хочу. Оп. Ой, Саша. Ты что, обалдел совсем? Я так не буду выбирать. Ну хорошо, давай так. Значит, карандашик сейчас привязываем. Если в бутылочку попадаем, все, эти гости идут. Саша, свадьба еще не началась, а у тебя уже эти дурацкие конкурсы. Нет. О, правильно, Вика, вычеркивай нахрен тамаду, я сам свадьбу проведу. Вот такая будет пойдет. Ташка, а давай просто жребий бросим. Вот, кого вытянем, тот по-любому идет. О, я смотрю, ты подготовилась прям с Иоси. Вика, можно я перетяну? Пожалуйста. Можно еще разок? Хорошо. Вика, ты офигела что ли? Ты почему на всех бумажках свою маму написала? Чтоб ты ее не вычеркнул. Ну и что это такое? Ой, кто-то пришел, пойду открою. А, это Женька! Ай, не открнет! Слышь, сосед, привет, Жека. Здорово. Ты когда долг вернешь? Завтра. Отлично! Завтра юбилей, ровно год как завтра. А мы, между прочим, кроватку детскую купить не можем. Ну, слушай, Жека, ну у меня тут ситуация, у меня же свадьба. А я тебя приглашаю. Кого? Меня? Его? Да, Вика. Подарок можешь даже не брать. Просто долг мне спеши и все. А, ладно, ладно. Я тогда Марусю возьму, а то она обидится, что без меня. Ну, конечно, бери Марусю, ведь соседи это же круче, чем родственники. Ага, и мы тогда сынишку возьмем, ну он маленький, грудь еще просит. А, вы мужики только грудь и прочите. Да, сынишку берите, он же только грудь просит. Да. И бабушку. И бабушку тоже берите, конечно. Пойду Марусю обрадую. Да. С наступающим вас. Давай, Жека. Готовьтесь. Хоша. Что? Это сколько ты ему должен? Вика, там такой долг, что он еще пятерых может привезти на две моих свадьбы. Саши бить. Мы своих родственников вычеркиваем, но соседей приглашаем. Кого вычеркивать? Меня вычеркивай. Ну что значит тебя, Саш? Ну какая свадьба? А что я там на тех свадьбах не видел? Господи. Ну тогда есть только один вариант. Снова перенести свадьбу в пятый раз. Да ты вкусня. Вот что ты начинаешь? Ну, Вика. Ну а что? Знаешь, как я хотела свадьбу. С самого детства. Я мечтала, что у меня будет белое платье. Что у меня будут гости. Букавкой П стол. Лимузин будет. А так из-за карантина мы это все переносим. Еще и отметить нормально не дают. Ладно. Ну что ты? Будьте буковкой П. Будьте эти. Лимузины, гости, подарки. Все будет. Цветы. Будет, будет все. Правда? А как? Да, Вика. Ну что ты? Несчастные. 17 тысяч гривен. По сравнению с твоим счастьем. Сашка, я тебя так люблю. Я тебя тоже, Викусь, люблю. Но я люблю тебя, а не твою маму. Поэтому давай ее... Не трогай мою мать! Хорошо. Чебал... Ну а, твой Женька пришел. Вот я ему сейчас вот так прям в лицо все и скажу. Давай. Дай что? Иди в задницу, бабушка. А как ты? А как ты добралась? Поезда-то отменили. Эй, так я вот этим местом, которое ты сказала, на велосипед прыгнула и приехала. Че он тут 750 километров от Чернигова? Как я могла свадьбу любимой внучки пропустить? Бабульска! Вика, 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 Вика. Что Вика, 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 Вика? Нам нужно сделать все заново. Об этом надо было думать 7 месяцев назад. Я не об этом. Нужно выйти из поликлиники и снова зайти. Ты издеваешься? Да я еле доползла до этого шестого этажа с этим пузом. Ты хочешь, чтобы я спустилась, потом снова забралась? Просто ты зашла с правой ноги, а в здание нужно заходить слева. А какая разница? Огромная разница. Примета такая. Если женщина заходит с левой ноги, то обязательно будет мальчик. Это ж первое УЗИ. Давайте вернемся. А давайте ты отстанешь от меня. Девочки, скажите, как я хочу мальчика. Пап, мы это уже поняли. Каратист, футболист, боксер. Это случайно получилось? Да, а имена ты нам тоже случайно выбрал? Женя, Саша, Валера. А в коляске вообще Вася. Не Вася, а Василиса. В честь Василия веростю... Ой. Короче, вы не понимаете. Мальчик, это продолжение рода. Это продолжение моей фамилии. Женечка, мне кажется, мир ничего не потеряет, если исчезнет фамилия Жапанько. Так. Ой, кого я вижу? Жапаньки. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений Михайлович, а Вас я вообще удивлен видеть. В смысле, почему? Ну, в прошлый раз, когда Вы узнали, что у Вас снова будет девочка, Вы же и из окна стиганули. Ну, в этот раз не переживайте, все будет хорошо. Вы тоже уверены, что будет мальчик? Нет, мы на окна решетки поставим. Ой, Жапаньки, Жапаньки. Так, ладно, это, сейчас у меня пара на прием, потом на УЗИ вы следующий, да? Хорошо. Да. Жапаньки. Ой, слушай, это ж если мальчик родится, Жапанько, это ж, Боже мой, ой. Да, 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 да. Наверное, я посижу. Стой, 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 одну секундочку. Солома, 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 солома. Какой солома? Жень, ты издеваешься? Это примета. Я что тебе, квочка, что ли? Это примета такая, если женщина посидит на соломе, то может родиться мальчик. Если я сейчас посижу на этой соломе, ты месяц посидишь на диете из этой соломы. Девочки, ну, вы, вы за мальчика. Пап, а он будет, как ты, во всей квартире свои носки разбрасывать? Нет. А на рыбалку нос таскать по выходным? Нет, конечно. А футбол вместо мультиков включать? Нет, он будет вас защищать. Пап, зачем нас защищать? У меня коричневый пояс по карате. А Саша уже даже тебя бьет. Да, и это я поддался один раз. Ну, Вик, ну, скажи, ну, ты хотя бы за мальчика? Женечка, меня устраивает, что в нашей семье только один человек не попадает в унитаз. Дай мне попить. Дай мне йогурта. Нет, 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 нет. Йогурт тебе нельзя. Ну, просто от молочки, может быть, девочка, ну, молоко там. Что ты предлагаешь мне пить? Пиво. Ты что, вообще больной? Я беременная. Дай мне йогурт, говорю. Ладно, ладно. Ну, что? На. На йогурт. Спасибо. Женя, это же пиво. Чтоб родился мальчик, просто чтоб мальчик. Мы сейчас с папой поговорим, а вы пока посидите. Женя. Что? Мне это надоело. Что? Вот эти вот твои приметы, сабобоны. О чем ты говоришь? Да о том, что я полгода сплю под подушкой с этими гвоздями и топорами. И меня раздражает, когда при сексе ты держишь в руке дрель. Ву-ву. Просто от мужского инструмента энергетика может передастся. Я и так пошла тебе навстречу. Мы зачинали этого ребенка в гараже. Видите ли, на холоде будет мальчик. Это не я придумал, это научный факт. А чего мы полчаса искали, где север? Женщина должна лежать строго головой на север. Я была голая. Там было минус 10, там везде был север. Но сработало же. Тебе приснилась рыба. А рыба это к мальчику. А что мне еще должно было присниться, если ты под подушку положил мне селедку? Ай, я должен был сделать все, чтобы родился мальчик, понимаешь? Ой, ты бы еще с бубном танцы бы устроил. Я не знал, Вика, что ты настолько веришь в приметы, как я. Девочки, разбираем бубны. Ты что? Давайте. Жень? Так оно хватит, хватит, прекратили все. А то сейчас кто-то родит. Вика, хорошо, хорошо, хорошо. Но у меня одна просьба к тебе. Еще? Последняя просьба. Когда зайдешь в кабинет, матюкнись. Я попытаюсь, но не факт, что у меня получится. Ну просто, если женщина ругается матом, то обязательно пацан артист, понимаешь? А если мне не захочется матюкаться? Я это предусмотрел. Вот, держи. Что это? Это платежка за газ за этот месяц. Ох, ниху... Тихо. Придержите золотые слова. Дорогая, какая приятная неожиданность. УЗИ показала девочку. Хотя по всем приметам был мальчик. Я такой счастливый. Она будет красивая, как ты. Поздравляю. Спасибо. Вика, идем домой. Что значит идем домой? Моя очередь, я пошла. Мы не будем делать УЗИ. Почему? Я все понял. Они этим ультразвуком у мальчиков все важное отсекают. Не говори глупости, Женя. Я пошла. Вика, стой. Идем, идем, идем. Идем, идем, идем. Идем, идем. Нам только узнать... Подождите, но... Нам только узнать, мальчик или девочка. У нас важнее. У нас узнать, мой или не мой. Вот, на тебе. Это моя фотография детская. Сейчас будем сравнивать. Пошли. Пошли. Давай. Видишь, Женечка, а у людей совершенно другие проблемы. А может, эти тоже не мои? Мои. Мои солнечки. Мои лапочки. Лапулечки. Мои, мои. Но проверить все-таки нужно. Шпуньк. Папа уже совсем того. Если честно, я хочу, чтобы у нас был мальчик. Мне надоело на леске узелки разматывать и крючки складывать. А вы думаете, мне легко? Я... Я сериалы эти ваши все смотрю сопливые. Да я вышивать научился. Я не могу душ нормально принять. Полчаса ищу свой шампунь среди этих ваших баночек, бутылочек. Пап, не переживай. Хочешь, Лера тебя порадует. Это все хорошо, Лерочка. Хорошо. Ну, ну, в семье нужен мальчик, кормилец. Ну, мне с кем-то нужно скидываться на 8 марта. Женька, давай договоримся так. Если в этот раз снова будет девочка, ну, мало ли, то я не буду в шестой раз беременеть в надежде, что родится мальчик. Почему? Потому что мне надоело это. У меня уже мозолин на руках от этих колясок. Я уже с закрытыми глазами могу подгузники менять. Я знаю, что в 8 серии в Смешариках Каркарич сказал Лосяшу. Что он уже сказал? Иди в садницу. Не мог Каркарич такое сказать, Лосяша. Это тебе. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. А я рискую и не пью, потому что грудью кормлю 10 лет. Поэтому она плоская, вы засолимать. Хорошая, хорошая. Ну вот видишь, мальчик, такой же лысенький, как и ты, толстенький, как и ты, пипирка такая же. Но если это не мой... Мы заберем. Так, все. Пожелай мне удачи, я пошла. Ах, не забудь матью кнуться. Да иди ты... Береги слова, береги. И ложись на правый бок. Только бы мальчик, только бы мальчик, только бы мальчик. А я знаю, почему у тебя только одни девочки. А почему? Все дело в Аисте. Он бракованный. Нужно его поменять. Да, если бы это было так легко. Нужно просто попросить у дяди Сережи. Ему Аист... ...троих мальчиков принес. Не надо ничего просить у дяди Сережи. Видел я его Аиста в бане. Максимум снегирь. Пап, а это правда, что ты хотел меня в роддоме на мальчика поменять? Ну что ты говоришь такое, солнышко? Я же знал, что никто не согласится. Я даже машину предлагал в придаче. Ой, смотрите, мама возвращается. А, да, 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 да девочка такая в юбочке что ли с такими бантиками что ли девочка на самом деле у нас будет на самом деле женька у нас будет двойня девочка девочки побежали у вас будут две сестренки мы просто посмотрим и все именно после этой фразы мы тебе сапоги купили да чё ты волнуешься тут обуви нет я просто одним глазком взгляну и все рекуся куся ты вот туда вот глянь смотри вон в магазине напротив скидки 90 процентов я на это больше не поведусь и тем более тут тоже скидочки есть ага ты чувствуешь дымом как-то пахнет дымом пожар пожар эвакуация уходим прекрати себя вести как в магазине шуб я просто хочу машинку и все тем более ты мне обещал ну если обещал то купим ты какую хочешь зануси или арестон какая лучше ну как там горизонтальная вертикальная загрузка там 800 оборотов там 1200 я не хочу стиральную я хочу нормальную машину ты пойми это же не супермаркет я не могу просто так найти купить тебе машину а ты мне просто так а мне на день рождения у тебя же уже был ну еще будет ты думаешь смотри давай вот так сделаем не такую машинку купим а для начала просто игрушечную вот и любовью будешь заниматься с игрушечной женщиной понял века но ты умеешь конечно убеждать ладно хорошо машина это неплохо но у тебя же прав нет у меня есть права я закончила курсы вождения и кроме всех дорожных знаков я знаю все сигналы регулировщика требования к велосипедистам правила перевозки крупногабаритных грузов эксплуатацию транспортных составов и как правильно двигаться в колонии с гужевыми повозками еще я знаю как проверять состояние тормозных колодок суммарный люфт в рулевом управлении и как правильно менять и вулканизировать резину в полевых условиях женщина верни мне мою жену саша перестань ты чё туман что ли сошел откуда когда ну помнишь я говорила что я хожу на курсы кройки и шитья я ходил на вождение господи как обидно осознавать что столько лет семейной жизни построены на лжи так саша успокойся тебе недавно в очереди за симуляции коронавируса нормально пендаля дали ну реально ну зачем тебе именно такая машина давай начнем чего-нибудь попроще купим тебе там электровелосипед ты знаешь сколько стоит электровелосипед 5000 евро давай купим тебе насос от электровелосипеда а ты там уже поймешь твое это или не твое я не хочу велосипед я хочу ездить на машинке да блин вообще вопросов 0 вот пожалуйста приложение в телефоне есть вот смотри обозначает свою точку и обозначаешь куда ехать машинка приезжает забираете все я бы ввела куда-нибудь только кто-то мне обещает давным давно купить уже смартфон кнопочном не получается ну ладно ладно купим машинку телефон сказал родишь мне сына я тебе подарю машину так это было на первом свидании как я тебя по-другому еще на секс мог развести но второй раз ты сказал когда я была уже беременная ну так правильно ты потом родила ребенка мы купили ему там всякие пеленки подгузники коляску с колесами а потом ты сказал что купишь когда пойдет в школу я от своих слов не отказываюсь так он уже в выпускном классе господи как быстро растут чужие дети нет я нет ни в том смысле я говорю ты машину для чего берешь для того чтобы малого в школу возить правильно ему год всего осталось учиться ничего страшного год на маршрутке на троечном помотается саболоне знаешь что саша что ты обманщик я не обманщик короче давай так смотри родишь мне второго сына именно сына я покупаю тебя сразу же машину с автоматическая коробка передач а давай вот так если ты не сегодня не купишь машину то я твой рычаг твоей автоматической коробки передач сегодня ночью поломаю ну ты пойми но у нас уже есть машина мы две просто физически не потянем это не машина это какое-то корыто на колесах не говори так про мою ласточку это между прочим раритет она мне от отца досталось тебе много чего от отца досталось и самогонный аппарат и пузо и маленький язык язык маленький болтаешь много вика ну как ты можешь вообще-то в этой машине на заднем сиденье мы зачали нашего ребенка мне кажется что в этих жигулях даже тебя зачали мне вообще кажется что там машина просто въехала в мою жизнь что ты такое говоришь да я прямом смысле этого слова мы с тобой как познакомились когда ты меня сбил когда я шла по пешеходным переходом ладно хорошо ты вообще знаешь что говорят про женщин которые ездят на дорогих машинах что что они на эту машину нас нас собирали нечестным путем а если ты мне сейчас не купишь машинку то ты сам себе будешь собирать честным путем ладно ты моя жена я тебя люблю серьезно ты отдаешь свою машину огромное да это мое взвешенное решение мужчина мужчина а скажите пожалуйста а у вас есть программа по обмену старого авто на новое ты чё вообще уже что ли сбредила здравствуйте здрасте могу вам чем-то помочь какой-то автомобильчик уже понравился нет вы знаете ничем помочь не можете вы у вас такой машины как нам надо нет и все же смотрите нам надо максимально дешевая да чтоб жрала меньше чем моя теща и чтоб я была обвешана колесиками как пароходик чтобы парковаться было не страшно вы его не слушайте нужна такая машинка но для женщины это прекрасная машинка отличная модель правда немножко дорогая а потому что она электрическая о как электро велосипед слушайте а насос к ней сколько стоит кстати сейчас акция покупки данного автомобиля в подарок вы получаете комплект резины знаете машинку мы набрать не будем а вот от подарка не отказываемся смотрите четыре колеса зимняя резина значит на жигули 74 года вы не могли бы меня ограничить какие критерии автомобиля вы хотите мне бы хотелось машинку вот как у как у машки да у машки что подушки безопасности не то что у нее там бампер у них пары я бы на ней бы прокатился на машкиной машине имею ввиду у наташки да у наташки с марседес ну и что а мерседес чаще ломается чем сама наташка нет это мне серега сказал тогда я хочу машинку как у как у как у светки те надо машинку в а какая у светки вертикальная загрузка 800 оборотов не хочешь сети женщиной которая счастлива которая хороша собой которая ездит на собственном авто которая красивая я с тобой разводиться не собираюсь так я считаю что моя любимая жена должна ездить на самой дорогой машине полностью с вами согласен поэтому мы идем салон бентли вытащил конечно конечно прошу какой кайф случайно закрылась как теперь выйти не знаю выходи оттуда выходи я не выйду если я выйду я потом никогда не зайду ну ладно сиди они все равно скоро закрываются кстати у нас сейчас прекрасные условия кредитования на эту машинку всего 25 тысяч в месяц не регистрирую тебя в такси убер в такси три семерки в такси жлоб такси школьник зачем у тебя же надо будет как-то на таксовывать 25 тысяч ривен месяц вот попросишь у меня свои любимые пельмешки я тебе полную тарелку как классная машина выходи и покажу фото вообще бомба просто зацени это же волга прикинь еле нашел на кубе там они еще остались офигенная тачка вообще смотри 40 лет а как новенькая но выглядит лучше ты начинаешь там зимняя резина нулевая идет ни разу не каталась по кубе 1 2 3 это уже десятый букет который я ловлю десятый не хочешь мне сказать а с юбилеем не понимаешь что это обозначает конечно понимаю века ты отличный воротник тебе надо это развивать я намекаю тебе на свадьбу века ну какая свадьба ты вижу что в стране творится экономика на грани кризиса вообще тоже 10 лет мне это говоришь виноват что ли что правительство 10 лет не думает о молодых семьях многие молодые семьи посмотри на себя хорошо хочешь эконом вариант тогда я возьму у своей мамы свадебное платье возьму ее туфли 41 натяну на свой 30 отличная идея а давай ты у своей мамы вообще всю одежду заберешь может после этого она перестанет нам приезжать я хочу этой свадьбы ну пойми ты я вот например хочу чтоб свадьба у нас была не просто свадьба да а традиционная поймешь тоже хочу не такая как у все не такая как у всех поэтому в пятницу у меня мальчишник саша ты мне уже пять раз так разводил пять мальчишников провел а свадьбы не одной что я могу сделать у меня на мальчишнике все деньги заканчиваются так в том что и дело сашенька ну подумай ну давай ну понимаешь если вот будет у нас свадьба ты же автоматически превращайся в рабыню понимаешь тебе надо будет стирать убирать гладить а потом ты превратишься в ворчливую бабу так я и так все вот это вот дело только без штампа в паспорте без официального статуса вот видишь началось вика никакой свадьбы ты что я слишком сильно тебя люблю сашуня ну смотри мне так нравится этот ресторан тут посадим твоих родителей а посадим моих а мы такие посредине голубки с тобой вика ну ты понимаешь свадьба это реальный геморрой но кто этим будет заниматься я прошу прощения это вы хотели заказать банкет на 150 человек чего может человек что-то перепутал внимательнее надо быть извините это я я подойдите просто попозже я вот что думаю это свадьба она как бы не мне она больше тебе нужно мне то она зачем ну помнишь мой папа сказал как только мы поженимся он сразу купить тебе автомобиль во первых не купит а отдаст свой старый драндулет во вторых на этом драндулете мне придется возить твою маму на дачу а в третьих ну что в третьих а в третьих в третьих а в третьих я подвязку не ловил значит свадьбы а дорогие гости а сейчас жених будет бросать подвязку все холостяки милости просим это знак саша иди лови я не могу иди лови говорю не могу говорю у меня сейчас еда остынет что остынет холодец ладно подождите подождите не кидайте сейчас идет ой что ногу подвернул двенадцатая подвязка которую я ловлю а вот заметила как-то некрасиво получается подвязок двенадцать букетов 10 давай так вот как только ничья будет сразу сделаю тебе предложение обещаю ну мы можем даже не отмечать годомщину нашей свадьбы почему давай отметим 9 и 40 дней этого прекрасного события хочешь хочешь в первую брачную ночь будешь делать все что угодно то есть знаешь что после хорошо все будет хорошо но иди сюда горько горько мне захочется еще поиграться на приставке это значит что ты это прекрасно представляешь егорушка сделал мне предложение спустя месяц как мы были с ним знакомы этот ресторан и вот эти стразики он клеил лично аху он у тебя дизайнер я его так люблю представляешь я минутку его не видела а уже так соскучилась все зайка я побегу не хотите ли приобрести букетик для дамы ну ладно смотри прикол раз два три рефлекс я сговорю вика ты отличный воротник давно уже пара шубковского менять я так хочу фотку в свадебном платье да не проблема я тебя сделаю в фотошопе ты что саш боишься ты боишься какой-то свадьбы да при чем тут это ладно я сейчас я скажу присядь вика тут такое дело короче да там все нормально нет просто понимаешь когда-то давно в детстве цыганка нагадала мне что моя жена не будет обо мне заботиться саша во-первых не называй свою маму цыганкой а во-вторых мы с ней уже давным-давно обо всем договорились вика я не женюсь на тебе исключительно по состоянию я не женюсь на тебе исключительно ради тебя ну вот пожалуйста смотри вот 90 процентов женщин полнеют сразу же после свадьбы саша ты вбил в поиске как отговорить девушку от свадьбы ну какая разница и потом твоя мама станет мне тещей и мы начнем с ней ругаться да вы вообще с ней не общаетесь вот и не надо портить наши прекрасные отношения все у них разговор окончен до свидания я пошла припудрю носик давай давай да я сейчас саня вот я и женатик поздравляю ну и как оно а быть женатиком ты как сань ну да так же как и до этого ничего не изменилось вообще ничего не поменялось ну отлично тогда в эту субботу на рыбалочку отлично давай а слушай подожди я янку должен был свозить за покупками ну в любой другой день пожалуйста хорошо не проблема в воскресенье все железобетон санек а подожди я тещу обещал отвезти на дачу но любой другой день пожалуйста вообще не вопрос я понял класс ну что торбалы с ним что ли ну давай конечно давай егорушка и то яночка санек в другой раз на недельке созвонимся я говорю отдайте это мой букет девушка вы с чьей стороны не с чей я просто хочу замуж вы ворвались на чужую свадьбу забрали у моей жены букет а что не видно что мне надо да больная викусь ты сейчас реально бегала на соседнюю свадьбу за букетом да это двенадцатый ничья да так что теперь ты обязан сделать мне предложение ну в принципе да раз обещал ты не должен стоять на одном колене VII конечно Вика я хочу предложить тебе согласна я согласна согласна открыть цветочный ларёк смотри сколько у нас букетов не конец не хочу и не хочу я свадьбу не будет ее все тогда саша прощай бика бикуся ну подожди подожди пикал ну ладно ну ладно хорошо если это тебе так важно 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 можно окей давай назначай дату только такую чтоб я запомнил 25 января какая дурацкая какие запомнить мой день рождения я же говорю вот тяжело запомнить это 25 0 1 17 это вот если 12 12 12 вот саша это дата уже прошла серьезно да вот время летит то давай семнадцатая 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 в следующем году семнадцатого числа саша ну пойми просто свадьба это не не ха-ха-ха это серьезный шаг тут подготовка нужна платье свадебное купить на пригласительные сделать вот вообще-то я петровых и не хотел видеть на свадьбе вот вот вика это твои родители близкие они мне родители а конкурсы обряды там все эти все уже написано не будет только кражи невесты почему это есть сомнение что ты невесту не будешь выкупать ну ладно а эти розовые голубые для сбора денег тёщи сапоги подожди ты что с собой это все целый день таскала я уже два года это с собой таскаю а фотограф тамада ресторан подожди к все уже заказано все только и ждут моего кодового слова мышеловка захлопнулась да пойми ты вика не подхожу я тебе не подхожу я я храплю я тоже я чапкаю я тоже я не умею готовить я тоже я бабник я тоже дальше хорошо свадьба так свадьба но учти каждую пятницу я на рыбалке я согласна каждую субботу в бане имеешь право каждое воскресенье в гараже мужик я любовницу заведу я согласна вика ты что действительно так сильно любишь меня да ну и замуж хочу ну и люблю очень ладно тогда я пойду покурю да ладно шучу я шучу я согласен ура так с какой бабой увижу коки оторву понял еду в судочке собрал и погнать домой там дизельшоу начинается я понял никаких друзей а окей хорошо иду-иду-иду-иду-иду-иду двадцать шестого и двадцать седьмого февраля мы обязательно встретимся на концертах дизель-шоу и традиционно встретим весну я так скучала билеты уже в продаже на сайте дизель студия точка ком по 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 Продолжение следует...